Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы зададимся следующим вопросом. Что значит «будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный»? Это текст из Евангелия от Матфея, 5 глава, 48 стих. Давайте этот отрывок прочитаем целиком, 45 по 48 стих. «Да будьте сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». Получается, что евангельское совершенство – это относиться ко всем, насколько возможно, одинаково хорошо. Это и есть христианство, собственно христианство. Все остальное – язычество. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Поэтому настоящее христианство заключается именно в том, как мы относимся к несвоим, то есть к чужим. Давайте посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст по поводу нашего отношения к людям других вер. В православном сообществе очень бывают такие тяжелые рассуждения по поводу людей других вер. Но именно от того, как мы относимся к несвоим, мы и можем выяснить, христиане мы или нет. Потому что к своим все хорошо относятся. Еретики любят еретиков, язычники любят язычников. И если христиане любят только христиан, они, как минимум, никакие не христиане. Поэтому Христос и сказал, если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Святитель Иоанн Златоуст пишет, «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботится. То есть заботится по поводу этих еретиков. У меня нет с ними ничего общего». И Златоуст как бы комментирует эти слова. «У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское, бесчеловечие. Не станем же говорить этого, а покажем подобающую братьям заботливость». Златоуст настаивает на том, чтобы мы относились к заблудшим, как к братьям. А покажем подобающую братьям заботливость, а я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы, присутствующие здесь, захотите разделить между собою заботу о спасении обитающей в городе, то последний скоро исправится весь. «И хотя здесь малейшая часть города, но малейшая по количеству, а по благочестию главное, разделим между собою заботу о спасении наших братьев». Здесь в этом отрывке второй раз Златоуст называет этих людей братьями. «Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. А когда налицо не один, и не два, и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом». Далее Златоуст пишет. «Не безрассудно ли в самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что, говорю я драку, если увидим, что упал осёл, то все спешим протянуть руку и поставить его на ноги. А о гибнущих братьях…» Третий раз называет Еретиков братьями. «О гибнущих братьях не заботимся». Богохульник – тот же осёл, не вынесший тяжести, гнева и упавший. Подойди же и подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой, пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и ближних, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление. В своё время Макарий Великий сказал, что худое слово делает доброго человека худым, равно как и доброе слово делает худого человека добрым. И ещё удивительная цитата Блаженного Августина, это его толкование на псалтырь. Он пишет «Наипачи призываем вас, братья, возлюбить не друг друга лишь». Ну, как язычники они там, любят язычников. Еретики любят еретиков. А для христиан это недопустимо. Мы должны стараться одинаково хорошо относиться ко всем. «Наипачи призываем вас, братья, возлюбить не друг друга лишь, но и тех, кто пребывает вовне, язычников ли, не знающих Христа, или отделённых от нас». Это раскольники. «То есть тех, кто с нами купно исповедуют главу Христа, то есть они верят во Христа, не желая принадлежать телу». А тело – это церковь, истинная церковь. «Скорбим мы о них, братья, почитая братьями равна». То есть, хотя они от нас ушли, они в нашем сердце как братья. «Вольно или невольно, они братья нам». Что значит «вольно или невольно»? Даже если они не хотят себя считать нашими братьями. «И лишь тогда перестали бы они быть нам братьями, когда бы не выпияли боли отче наш». То есть, если они вообще перестанут быть христианами, перестанут читать молитву Господню, ну, тогда не братья. Но даже язычников надо любить, как он пишет выше. «Сказал некогда пророк, говорящим, «Вы не братья нам, скажите, вы братья наши». Размыслите, о ком мог бы сказать сие пророк. О язычниках ли? Нет. Ибо мы не именуем их братьями, следуя обычаям Писания и Церкви. «О иудеях ли, не веровавших во Христа, вычитали послание святого Павла и убедились, что, говоря «братья» и ничего к тому не присовокупляя, обращается он исключительно ко христианам». Да, раскольники, да, там, еретики, но они тоже христиане. И цитата. «А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что уничижаешь брата своего, и еще вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев». «Говорящие нам» – это раскольники и еретики, сектанты. «Вы, не братья нам, почитают нас язычниками». То есть они к нам относятся хуже, чем мы к ним. «Посему желают они крестить нас вновь», то есть они и крещение нашего не признают, «будучи убеждены, что сим подают они нам то, чего не имеем». Ведь они не признают благодати у православных. «Сие и есть заблуждение их, не почитающих нас братьями». Вот в чем, прежде всего, их заблуждение. «Ибо чего ради сказал нам пророк? Им ответствуйте вы, братья, нам». Здесь сложно определить, какой текст из Ветхого Завета имеет в виду Августин, потому что он дает отсылку к латинскому тексту Ветхого Завета. «Ибо чего ради сказал нам пророк? Им ответствуйте, которые нас не признают. Вы, братья, нам. Как ни за тем, что мы зрим в них то, чего не повторяем?» «Итак, они, не принимая крещения нашего, не почитают нас братьями, мы же, не повторяя преподанного ими, вот этого дурного урока, но принимая крещение их, как свое, говорим, вы, братья, нам». Здесь Августин настаивает на том, что если они не признают наше крещение, вот эти раскольники, эритики, а церковь признает их крещение. И мы знаем, что на Вселенских Соборах крещение принималось почти от всех ересей, начиная от Ириан и до иконоборцев. «Если станут говорить, оставьте нас, нет между нами ничего общего, мы имеем общего немало, исповедуем единого Христа, посему должны мы и пребывать в едином теле, послушаясь единому главе. Братья, заклинаем вас именем сей, всего превысшей любви, молоком кои выпитаемы, и хлебом кои подкрепляемся. Заклинаем Христом, Господом нашим, во имя милосердия Его, ибо уже пришло нам время явить вам великую любовь и призабилие милосердия, моля Бога подать нам трезвость суждений, чтобы нам не злословить их так, как они злословят нас, дабы они опомнились, через это еретики-раскольники могут опомниться, дабы они опомнились и убедились, что нет в них ничего могущего противиться истине, но лишь гнездится еще недуг упорства, тем более ослабляющий, чем они сильнее этих заблуждений. Просите Бога молитвой пламенной о немощных, мудрствующих по плоти душевных и плотских. Они, братья наши, преподают они те же таинства, Вселенские соборы принимали и рукоположение, почти от всех древних ересей, преподают они те же таинства, те же, хотя и не с нами. Они равно ответствуют «Аминь» также, хотя и не с нами. То есть имеется в виду, когда читается Писание, они тоже на это чтение отвечают «Аминь», как было принято в Западной Церкви древних времен. Это истолкование Блаженного Августина на Псалмы, Псалом 32, 29 стих. Вот это и означает, друзья, быть совершенными, как Отец наш Небесный, который заботится и о плохих, и о хороших. Давайте снова прочитаем эти слова. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и на неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, например, только братьев по вере, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах, новых беседах, и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok